Сегодня, наверное, тема не столько про то, какие инструменты должны быть в подушке финансовой безопасности, сколько про понятие, что это за подушка финансовой безопасности. Оно не особо популярно в инвестиционных кругах, то есть люди редко задумываются о подушке финансовой безопасности. Я в рамках своей семьи создаю точно такой же капитал, стараюсь пройти эти уровни и мне моя ситуация очень комфортна. Я хотел бы, чтобы в такой же комфортной ситуации находились вы. Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, где мы говорим об инвестициях, пассивном доходе и развитии инвесторского мышления. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, которая очень сильно недооценена, которая всегда почему-то упоминается поверхностно, о которой не особо любят упоминать, потому что, как правило, денежные средства, которые направляются именно из этой области, они направляются с низкой доходностью или вообще не имеют никакой доходности. Людям эта тема обычно неинтересна, все же у нас с доходностью, где сделать два-три конца и мало кто говорит о подушке финансовой безопасности и каким образом ее формировать. С другой стороны, то, как это представлено сейчас в информационном пространстве, у всех есть некое такое вот стандартное мышление, да, подушка финансовой безопасности должна составлять часть ежемесячных расходов, точка. К чему мы в этом случае приходим? К тому, что все люди разделяются на два лагеря, то есть первый лагерь говорит, вот я сначала денег заработаю, потом отложу деньги на подушку финансовой безопасности. Другой лагерь, наоборот, больше там с логическим мышлением люди, да, консервативные инвесторы говорят, вот пока я не сформирую подушку финансовой безопасности, я ни в какие там аферы, ни в какие инвестиции лезть не буду, и они начинают залипать на подушке финансовой безопасности, они бывают, как правило, чрезмерно консервативны и, в принципе, там практически весь свой капитал размещают в инструменты, которые именно относятся к инструментам обеспечения подушки финансовой безопасности. Сегодня, наверное, тема не столько про то, какие инструменты должны быть в подушке финансовой безопасности, сколько про понятие, что это за подушка финансовой безопасности, Из чего она формируется? Это не единое, это не такое простое понятие шесть ежемесячных расходов, потому что кроме расходов еще определенные элементы включаются. То есть основная цель подушки финансовой безопасности заключается в том, что мы живем в очень непредсказуемом мире. Мы сами это видим, как у нас все очень быстро может поменяться. Это первый момент. Второй момент, несмотря на то, что мир стал непредсказуемый, мир стал гораздо счастливее. То есть у нас сейчас количество людей на планете, которые живут категорически за чертой бедности, достаточно малое. У нас там войны какие-то крупные, которые происходили, происходят достаточно мало. У нас очень много сейчас работают технологии, автоматизированные производства, и производительность труда тоже достаточно высокая, от этого люди зарабатывают больше. И поэтому получается, что мы живем в очень непростое время. Данное видео сделано для того, чтобы дать некий концепт, как, на мой взгляд, опять-таки, стоит относиться к подушке финансовой безопасности, какие требования предъявлять к доходности инструментов, и из чего она непосредственно формируется. То есть чтобы, опять-таки, не выбирать вот эти вот качели, не разделяться кардинально на два лагеря, или там я пока не заработаю, не обеспечиваю, или наоборот. Ну, я сам встречал, да, у меня из собственной практики очень много примеров, когда люди не формировали подушку финансовой безопасности, вкладывали в определенные инструменты, и не обязательно, да, то есть я сейчас не говорю про какие-то вещи. Человек верил в собственный бизнес, да, он говорит, я в собственном бизнесе. Опять же могу рассказать примеры собственной жизни. Это было еще в Воронеже. Я встречался с директором одного из ликероводочных заводов, прихожу, соответственно, как представитель компании, инвестиционной компании «Тройка Диалог», начинаю с ним общаться. Он буквально там на второй-третьей минуты меня останавливает, он говорит, молодой человек, я с Кавказа привожу спирт, развожу этот спирт с водой, и продаю потом разбодяженный спирт, продаю там с рентабельностью 30% в месяц. Что вы мне можете предложить? Я сам ничего никуда не вожу. То есть мне привозят спирт за ворота, возле ворота я его забираю, и забирают тоже, фура приезжает в готовую продукцию, то есть у меня, в принципе, логистических издержек никаких нет. Вот я таким образом живу, что вы мне можете в этом случае предложить? И тут я со своей доходностью, да, на российском фондовом рынке в пределах 15-20% годовых. То есть для понимания человек делает такую доходность там за две недели. И, естественно, в такой ситуации речи о какой-то подушке финансовой безопасности, альтернативных вложениях не шло. Но при этом, если человек ездил, условно, когда мы с ним встречались на Геленвагене бронированном с двумя машинами сопровождения, то в дальнейшем, в принципе, мы питались в одном и том же ресторане, кушали, да. То есть я видел, что сначала пропали машины сопровождения, появился только охранник, который находился на переднем сидении. После этого Геленваген был поменен на Toyota Land Cruiser 200. После этого Toyota Land Cruiser 200, соответственно, сменила Toyota Camry. И, в принципе, я уже понял, что что-то там не так, да. То есть здесь, когда мы говорим про то, что я сначала заработаю, потом вложу в подушку финансовой безопасности, это не совсем корректно, потому что финансовая безопасность, базовый уровень финансовой безопасности, его можно обеспечить относительно небольшими деньгами, но он должен быть закрыт, потому что в жизни может произойти всякое. Это и несчастные случаи, это и заболевания, это может быть авария какая-то автомобильная, в результате которой придется деньги из инвестиционного портфеля забирать, чтобы покрыть такого рода возникшие риски, хотя их можно гораздо меньшим кровью отделать. То есть забирать из портфеля, конечно же, плохо. По одной простой причине это уменьшает работу вашего инвестиционного портфеля. Раз, если вы молодой человек, то большая часть денег, как правило, размещена в агрессивных инструментах с целью прироста капитала. Там более высокая волатильность, более высокие риски. И может оказаться так, что неблагоприятное событие наступает именно в период, когда рынки упали, снизились, да, и вы вынуждены забрать денег даже меньше, чем непосредственно вложили. Второй лагерь людей, да, которые говорят, что вот я пока не скоплю, они упускают возможности, да, особенно бывают, это очень предельно вредно для молодых людей, а такие-то на самом деле тоже присутствуют консервативные инвесторы, которые, вот их родители так научили, да, ни с какими рисковыми инвестициями не сталкиваться, покупая валюту в России только доллары, покупая недвижимость в ипотеку, там, я не знаю, копить деньги на депозите, никаких акций не используя, мы там на МММе в свое время поговорили. И поэтому получается, что люди упускают возможности, да, то есть их капитал работает неэффективно, потому что консервативные инструменты, надежные инструменты, они покрывают реальную инфляцию, и поэтому задачи даже сохранения капитала не выполняются, не говоря уже о его преумножении. И поэтому здесь, соответственно, нужно понять одну простую вещь. То есть первое, разделите уровень понятия финансовой безопасности или финансовой защиты, разделите на подкатегории. И это первый момент, который стоит сделать непосредственно для себя. Еще одну важную вещь еще дополнить, что подушкой финансовой безопасности вообще на теме, связанной с безопасностью, с финансовой, очень много спекулируют продавцы страхования жизни. И очень важный момент, не путайте понятие финансовой безопасности с покупкой сложных финансовых продуктов, накопительного инвестиционного страхования жизни, юнит-линкет страхования жизни, по той простой причине, что вот именно на вопросе безопасности, на вопросе защищенности строится очень большая индустрия, связанная с накопительным инвестиционным страхованием жизни. И здесь получается, что там очень грамотно подкованные продавцы, они получают очень большое вознаграждение за продажу подобного рода продуктов, потому что там компании очень много страховые зарабатывают. И поэтому здесь на этих вещах, на психологически важных вещах, особенно со второго лагеря консервативных инвесторов, здесь очень много злоупотребляют и переоценивают вопросы безопасности и оформляют такие договора, которые человеку на самом деле не нужны. То есть они ничего хорошего для самого человека не сторони не несут, а закрывают какие-то точечные узкоспециализированные темы, которые негативно сказываются на всем капитале портфеля, защищая какие-то локальные вещи, просто под грамотно выстроенной технологией продаж человек просто большую сумму денег направляет в, казалось бы, не совсем нужные продукты. Главное здесь, во-первых, не путать финансовую безопасность и накопительное страхование жизни, потому что страхование жизни – это один из инструментов финансовой безопасности, который может быть гораздо дешевле. То есть продуктами, которые тоже предоставляют страховые компании, но они для клиента на самом деле более дешевы, нежели чем долгосрочные программы. И второй момент заключается в том, что здесь идет нарушение баланса. То есть человеку, как правило, предлагают договор страхования на длительный промежуток времени раз и предлагают, исходя из его текущего дохода. Мы живем в России, у нас есть определенные вопросы к стабильности российской экономике. Цены на сырье высокие, зарплаты хорошие, цены на сырье упали, доходы не растут. А страховые выплаты нужно осуществлять и осуществлять в долларах. То есть произошла девальвация рубля в два раза, у человека зарплата осталась на том же самом уровне, а доллар стал в два раза дороже. У тебя страховой взнос по страховой программе вырос в два раза в рублях. Доходы не растут, инфляция растет, у тебя все, ты нарушаешь параметры программы страхования, и она как бы прекращает существовать. Опять-таки в данном видео речь не идет о том, чтобы рассказать, почему плохо страховаться. Речь все-таки остановится более подробно на подушке финансовой безопасности и из каких критериев она формируется. Итак, если говорить из того, как я для себя это непосредственно определяю, назовем это финансовая защита. И лично я для себя и для клиентов предлагаю использовать пять уровней финансовой защиты. То есть финансовая защита – защита от непредвиденных негативных обстоятельств. И здесь, получается, есть такое понятие, опять же, Суворовское училище не дает мне покоя, то есть глубоко эшелонированная оборона. То есть есть первый уровень защиты, второй уровень, третий уровень. И, соответственно, чем более глубоко мы заходим, тем больше и разные инструменты используются, и степень защиты тоже совершенно разная, когда можно отойти на заранее подготовленные оборонные позиции. Когда мы говорим про финансовую защиту, здесь тоже выделяются пять уровней финансовой защиты от самого простого к самому крутому. Итак, первый уровень – это у нас неприкосновенный запас. В чем заключается суть неприкосновенного запаса? И здесь мы говорим о, во-первых, два лагеря людей. То есть если человек говорит, вот я сначала накоплю денег, а потом у меня будет финансовая защита. Но смотрите, у нас получается, что в жизни каждого человека происходят какие-то непредвиденные события. Я не знаю, там сосулька упала, там подскользнулся человек, машинка протекла, соседи затопили. Есть какие-то вещи, которые базовые. И в случае, если этого в принципе нету, то у нас начинается, мы начинаем бежать или в банк куда-нибудь, кредитную карточку использовать, или в микрофинансовые организации. Если у нас есть инвестиционный портфель, мы начинаем из инвестиционного портфеля эти денежные средства забирать. И здесь получается, у нас плывет все абсолютно. То есть, или мы увеличиваем риски, начинаем кому-то за это платить. Ну, хорошо, если есть друзья, которые в долг займут. Но при этом, получается, если вы в долг занимаете, то есть, как это говорят, берешь чужие на время, отдаешь свои и навсегда. Получается, эти средства вы, в принципе, могли бы регулярно направлять на инвестиции. Их же все равно нужно будет отдавать. Поэтому задача неприкосновенного запаса заключается в том, что это вот именно какие-то такие мелкие вещи, которые происходят в нашей жизни. Чтобы они не стали неприятной неожиданностью, мы спокойно знали. Вот у нас дома в сейфе лежит неприкосновенный запас. Он равен двумя ежемесячным обязательным платежам. Очень важное разграничение. Есть такое понятие. Обязательные платежи ежемесячные и просто платежи, ну, то есть, ежемесячные расходы. Что такое обязательные платежи? Это не значит ваши два ежемесячных дохода. Это не значит ваших два ежемесячных расхода. Это два ежемесячных обязательных платежа. Кредитные платежи, ипотечные платежи, ну, все это связано с кредитными платежами. Платежи за школу, за садик, арендные платежи, коммунальные платежи. То есть, вот такие платежи, от которых вы не можете отказаться. И это, опять-таки, даже сумма меньше одного ежемесячного дохода, в принципе, может составлять. Оно просто лежит дома и, что называется, греет душу. Вы себя чувствуете комфортно, вы чувствуете себя уверенно. Сюда же, соответственно, входит минимальное страхование гражданской ответственности. Если это арендуемый дом, то, соответственно, тоже гражданская ответственность жильцов. Но, опять-таки, если это присутствует автомобиль. Третий момент – это, соответственно, каска с максимально возможной франшизой. Потому что у нас часто получается так, что люди покупают автомобили в кредит, стоимость которого в абсолютной стоимости актива в семье достаточно высока. И в случае, если происходит угон или поломка или тотальное разрушение автомобиля, то в этом случае возникает непредвиденное вот это вот обстоятельство, которое влияет. Поэтому мы говорим, из-за того, что это первый базовый уровень, нам не нужно это имущество защищать полностью. Нам нужно защищать от тотальных повреждений, порчи. Это касается не только каска автомобиля, это касается недвижимости, где у вас максимальная франшиза. То есть я не буду рассказывать, что такое франшиза, вы можете самостоятельно изучить. Просто смысл в том, что вы за сам договор страхования платите минимум цен, но при этом, получается, есть франшиза, которая в случае чего будет выплачена. Ну и комплексное страхование имущества – это в случае, если, опять-таки, вы живете в доме. И в этом случае многие банки сейчас предлагают комплексные программы страхования с минимальными платежами. Там входит и страхование от несчастных случаев недорогое, там идет комплексное страхование мебели, отделки интерьера квартиры небольшой. И, соответственно, это вот все. Это стоит недорого, это стоит немного, но вы уже базовый уровень имеете. И в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, соответственно, вы защищены на базовом уровне. У нас в компании MaxCapital есть онлайн-сервис по расчету уровня финансовой безопасности, суть которого как раз-таки заключается в том, чтобы определить уровень ежемесячных трат, чтобы определить основные параметры рисков, которые присутствуют, в том числе наличие HD-венсов, стабильности системы работы, чтобы можно было самостоятельно посчитать уровень финансовой безопасности. Это будет полезно, опять-таки, для обоих категорий людей. Люди, которые не инвестируют, не создают себе подушку финансовой безопасности, они, соответственно, поймут, что финансовая безопасность должна быть и хотя бы минимальная сумма. Потому что здесь начинается увлечение доходностью, да, и я лучше буду реинвестировать, и в итоге там финансовой безопасности не платят. Люди, у которых есть консервативная составляющая, они считают, что им требуется очень много денег для их финансовой безопасности, а на самом деле для обеспечения, хотя бы для закрытия базовых значений по финансовой безопасности. Не требуется каких-то крупных сумм, но вы уже прямо сейчас можете начать инвестировать и высвободить часть денег, которые направляются для формирования финансовой защиты, уже высвободить на формирование капитала, чтобы он сохранялся и приумножался. Это все равно, что, вот, ребят, давайте поймите одну простую вещь. То есть первая категория людей – это люди, которые создают только атакующие средства, да, то есть средства нападения, и вообще не задумываются о безопасности никак, да, то есть нет никаких границ с укрепроемом, вообще ничего нет. Вторая категория людей концентрируется только и исключительно на обороне, да, никаких средств нападений. И в этом случае мы понимаем, что, не дай бог, что-то произойдет, вот у этих товарищей, у них громадная беда, потому что у них есть только средства атаки, и нет ничего защищенного. Здесь, наоборот, соответственно, да, все защищено, возможно, вряд ли кто-то будет нападать, но основной враг капитала – инфляция. Она будет атаковать вас как бы всегда, и нужны средства атаки, чтобы преодолеть эту инфляцию. Поймите правильно, да, рассчитайте для себя свои параметры уровня финансовой защиты, пройдите по ссылке, заполните поля, там все достаточно лояльно настроено к людям, которые являются новичками в инвестициях, и вы поймете, что это не так сложно, что это не так много, и вы одновременно можете формировать и средства атаки, и средства нападения. Для людей, которые занимаются исключительно атакой, у нас есть онлайн-сервис всесезонного портфеля, где можно сохранять свои деньги, преодолевая инфляцию. А для людей, которые занимаются исключительно финансовой безопасностью, у нас есть тоже онлайн-сервис, который позволяет рассчитать параметры финансовой безопасности, Не увлекаться чрезмерно консервативными инструментами, понять сколько на самом деле есть и уже сейчас перейти к формированию средств сохранения и приумножения капитала. То есть задача достичь баланса и гармонии в рамках своего инвестиционного капитала и мы для этого делаем максимум возможных доступных бесплатных онлайн сервисов. Поэтому ссылка на сервисы будет находиться под данным видео. Ссылка всесезонного портфеля и ссылка соответственно для расчета уровня финансовой безопасности будет находиться под данным видео. Проходите, забирайте. Второй уровень финансовой защиты, назовем его финансовым резервом, он определяется для чего он непосредственно нужен. То есть мы соответственно идем по возрастающей. Он в принципе и призван как раз таки быть той финансовой безопасностью, которая у нас идет в классическом понимании. То есть обычно оно приравнивается к шести ежемесячным обязательным платежам. То есть здесь, когда вы обеспечиваете второй уровень, то в этом случае не обязательно покупать накопительные или инвестиционно-накопительные страховые программы. Можно покупать договор годового страхования рискового, как каска. Вы заплатили, я не знаю, 8 тысяч рублей, и ваша жизнь застрахована на миллион, на полтора миллиона рублей. Потому что если покупать десятилетнюю накопительную программу на миллион рублей, то в этом случае вы будете в год отдавать по 100 тысяч. Да, они вам вернутся. Основная задача стоит все-таки высвободить капитал и уже начать инвестиции. То в этом случае лично я для себя и для клиентов, кто находится в такой ситуации, выбираю историю, что я не 100 тысяч ежегодно буду направлять по 10 тысяч, чуть поменьше, чем 10 тысяч рублей. А я лучше за 8 тысяч заплачу. Да, пускай у меня 8 тысяч сгорят, но тем не менее у меня будет миллион лежать в инвестиционном портфеле с доходностью 15% годовых. И с прибыли этого инвестиционного портфеля я буду иметь ту же самую защиту, которую мне предоставляет накопительная программа. Соответственно, здесь мы когда говорим про автомобили, речь уже может вестись о том, что это идет полная каска покрытия. Когда мы говорим про страхование имущества, то есть каска в автомобиле, это может быть страхование дома, мы здесь уже говорим о минимальной франшизе. По-прежнему франшиза, по-прежнему она допускается. То есть мы не платим всю страховую сумму, которую мы обеспечиваем страховку, но при этом она минимальная. То есть страхование имущества, включая мебель, здесь идет и страхование от ответственности владельца недвижимости. Но такое уже полное покрытие, если вы страхуете ваше право, как люди покупают квартиру в ипотеку, пока в ипотеку страхуют, потом перестают страховать, становясь 100% собственником. Ребята, риски достаточно высокие, и представьте, что с недвижимостью что-то произошло. Что вы в этом случае будете делать? Надо понимать, что это те же самые деньги. То есть мы сейчас не говорим про инструментарий. Если говорить, сколько это стоит, реально сколько это стоит, это будет стоить 6 ежемесячных обязательных платежа. Одна треть лежит в сейфе, рублей до валюты. Одна треть, соответственно, лежит на счетах, на банковских счетах, на карточках в надежных банках. И одна треть из этих средств как раз-таки она может идти и направляться частично, направляться именно на оказку, на страховые какие-то продукты, которые вы непосредственно направляете. То есть мы параллельно и одновременно, ну вот начинающий инвестор, только-только мы пришли. Не иметь финбезопасность опасно, только концентрироваться на неопасной. Мы, соответственно, одновременно развиваем это. Закрыли первый уровень, тоже инвестировали. Закрываем второй уровень, одновременно тоже инвестируем. Соответственно, переходим на третий уровень. Финансовая безопасность, уже в классическом понимании, что финансовая безопасность включает, это уже 6 ежемесячных постоянных расходов. Не обязательных расходов, как было на втором уровне, а это уже постоянные расходы. Здесь может быть уже накопительное страхование жизни, страховая сумма, по которому должна равняться 12 ежемесячным постоянным расходам. Не доходам вашим, не то, что будет в будущем, да, потому что часто страховщики говорят, а вот в будущем у вас доходы увеличатся, да, а мы там сумму увеличить не можем. Страшного ничего нет, оформите еще один полис страхования, да, на сумму увеличившихся расходов. Все, больше не нужно. Полная каска здесь идет, полная защита полиса добровольного медицинского страхования лично на себя, ритуальное страхование родителей, если родители взрослые, инвестиционное страхование жизни в иностранной юрисдикции, накопительное страхование жизни для детей, ну, на обучение детей непосредственно. Вот здесь вот это, соответственно, только включается, и опять-таки здесь, не перегибая планку, не концентрируясь исключительно на этих вопросах, на этих вещах, поймите одну простую вещь. Докупить полиса проблемы нет. Если вам та же самая страховая компания не продаст еще один полис, пойдете оформить это в другой страховой компании. Проблем в этом нет. Но, соответственно, когда мы говорим, в принципе, о финансовой безопасности, она получается только на третьем уровне. Нужно, в принципе, рассматривать какие-то накопительные или инвестиционные страхования жизни. Четвертый уровень финансовой защиты – это финансовая защита личности, конкретно взятого человека. Здесь мы уже привязываемся к ежемесячным постоянным расходам. Их должно быть 12. Накопительное страхование больше 24 ежемесячных расходов. Инвестиционное страхование жизни в иностранной юрисдикции, опять-таки, 24 ежемесячных личных расхода человека не семьи, а человека непосредственно. А справедливый брачный контракт здесь уж каждый решает по себе, но желательно, чтобы он был. И здесь, опять же, ключевое слово «справедливый». Потому что у нас всегда обычно бывает представление, что брачный контракт – это нечто такое, что «мне все, тебе ничего». Нет, речь не про это, чтобы там действительно принцип справедливости присутствовал. Как связано понятие «справедливый брачный контракт» и вообще какое отношение имеет к финансовой безопасности? Вот в последнее время очень много прецедентов в России. Умирает собственник бизнеса, никаких брачных контрактов не было. Жена говорит, что он увеличивал долю в свое время в акциях этой компании, продав мой «Бентли». Поэтому только выжили, поэтому я претендую на большую долю в этом бизнесе. И начинаются вопросы финансовой безопасности, это в том числе и разговоры о том, как распределяется имущество после жизни человека. Второй момент – это как распределяется имущество, если вдруг оно не получилось, не сошлось. И вопрос, опять-таки, мы говорим о финансовой защите личности отдельно взятого человека. И, соответственно, здесь мы говорим, что это не про семью пока речь идет, это говорит о четвертом уровне, когда у нас есть финансовая защита семьи на третьем уровне обеспечена. После этого, соответственно, мы начинаем из семьи каждую отдельную личность защищать. То есть формировать такие вещи для детей, для супругов, для родителей, для вообще всех членов семьи. Вплоть до того, что мы приходим к пятому уровню финансовой защиты. Мы сейчас про это поговорим, когда вообще уже формируются трасты, когда это выводится, когда нет прямого владения активами. Но там и капитал уже совершенно другой уровень капитала, владения капиталом, на который распоряжается. Это прописанная конституция, что наследуется, как наследуется. Это, в принципе, вопрос, как уже свое наследие передать дальше. Поэтому вот здесь мы говорим, что четвертый уровень – это финансовая защита личности, причем полная финансовая защита. Вплоть до того, что здесь, допустим, уже полисы накопительного или инвестиционного страхования жизни нужны не для защиты от смерти какой-либо. Не от защиты от дохода, который человек генерал. А для защиты конкретно его как личности, в случае, если вдруг там будут какие-то вещи, там, бизнес обанкротится, да, я не знаю, там, судебные приставы прибегут, рейдерский захват. То есть, чтобы был капитал за рубежом в иностранной юрисдикции, до юра он человеку не принадлежал. Но в случае, когда уходят эти негативные события, он мог непосредственно этим распорядиться. Это уже более высокий уровень финансовой защиты, то есть, здесь уже идут острахования с аннуитетом, то есть, по сути, обеспечение спокойного, гарантированного уровня потребления после достижения определенного возраста. И последний уровень финансовой защиты, это финансовая защита всей семьи, пятый уровень финансовой защиты, где мы говорим о том, что цифры совершенно уже другие, обеспечиваются они уже при совершенно другом уровне капитала. Естественно, эти цифры становятся здесь больше. Накопительность страхования жизни для каждого члена семьи, даже для молодых детей, может быть, детей, внуков, правнуков. Здесь идет трастовая защита семейного капитала, когда формируется отдельный траст и, в принципе, вопросы, связанные с технологией владения объектов имущества, что на конкретные физические лица ничего не записано. Здесь идут определенные правила наследования, как распределяется капитал, как решаются наследственные споры, которые подписываются всеми членами семьи, которые всеми признаются. Фонды целевого капитала, которые создаются, все члены семьи формируют фонды целевого капитала на развитие, на образование детей, входящих в качестве членов семьи. Ну и добровольное медицинское страхование тоже для членов всей семьи. То есть здесь мы формируем уже некий такой траст, базис, вот как раз то, про что мы говорим, про богатство семьи. Когда у нас капитал достиг уже такого уровня, что мы должны уже позаботиться о неком таком куполе, да, целом куполе финансовой безопасности, максимальный уровень защиты. Опять, если уж брать там военные какие-то вещи, да, там, система противоракетной обороны, да, то есть такая некая такая... И бункер, да, с тотальной защитой, что в случае чего мы там выживем. Если говорить о том, когда нужно обеспечивать этот уровень защиты, он на самом деле привязаться только к размеру капитала не совсем корректно, да. То есть насколько вовлечены все члены семьи в процесс инвестирования, да, в развитие человеческого капитала семьи, интеллектуального капитала семьи. Ну, в принципе, об этом начинают задумываться люди, по крайней мере, если мы говорим про то, что управляющая компания Ротшильдов берет, это капитал где-то в районе 350-500 миллионов долларов. Если мы говорим о том, что делает Феникс, там, Рубена, Варданяна, это капитал в размере 75-150 миллионов долларов. Просто, ну, чтобы было понимание, Делойт, я общался с людьми, то есть у них просто написание Конституции семье, это вот как раз-таки правило наследования. То есть как базовый вариант, то есть сам шаблон Конституции стоит 150 тысяч долларов. После этого, соответственно, специалисты начинают летать в разные страны, где живут дети, проводить опросы, проводить кто занимается, чем занимается, как наследуется, как это перераспределяется. И, соответственно, там накручиваются дополнительные опции, то есть, в принципе, написать Конституцию семьи по наследованию, это получается порядка 350-400 тысяч долларов. То есть это понятно, что если капитал там менее 300-500 миллионов долларов, да, ну, как бы экономической целесообразности как таковой не имеет. Конечно, к этому нужно стремиться, создавать и сохранять такой капитал. На этом канале мы про это говорим, я в рамках своей семьи создаю точно такой же капитал, стараюсь пройти эти уровни. Почему мы сегодня про это, в принципе, поговорили? Потому что лично в моей ситуации, в моей жизни происходили события, которые я не мог предугадать, которые я не мог предсказать. То есть я, работая в компании «Тройка диалог», был настолько уверен, что это могучая компания, которая действительно была лидером рынка инвестиционно-банковских услуг в России, что я подумать не мог, что там может быть ошибка, которая будет стоить жизни этой компании, и я буду работать в Сбербанке, потому что Сбербанк купит эту компанию. Я не мог предположить, что цена на газ в Америке упадет с 700 долларов за тысячу кубических метров до 50 долларов за тысячу кубических метров. То есть, еще раз, я был в этой среде, я был в этой сфере, у меня не было подушки финансовой безопасности, и лично для меня было очень болезненно оказаться в ситуации, когда ты теряешь капитал по непредвиденным от тебя обстоятельствам, но при этом тебе там условно даже бензин заправить и подгузник купить не на что. И когда ты оказываешься в такой ситуации, ты понимаешь важность этого, да, и дальше это говоришь, транслируешь. И понятно, желание и стремление отбиться побыстрее и побыстрее восстановиться. Но вот понимание вот этой вот иерархии, понимание и формирование вот этих вот пяти уровней финансовой безопасности идешь постепенно. И поэтому постепенно получается, есть и финансовая защита, и я сплю спокойно. Ребята, меня не может не печалить, что на мне там шесть иждивенцев, которых я обеспечиваю. Но при этом я живу достаточно комфортно. У меня есть и подушка наличности, и доллары, и страховые продукты. Но просто там это находится в балансе. Перегибания планки нет. И с другой стороны инвестиции тоже осуществляются. И мне моя ситуация очень комфортна. Я хотел бы, чтобы в такой же комфортной ситуации находились вы, не выбирали, не метались между двумя лагерями сторонников и противников подушки финансовой безопасности, а имели ее, инвестировали, развивали инвесторское мышление на нашем канале. А мы вам, как сможем, в этом поможем. Тема видео, которую мы сегодня рассмотрели, она не особо популярна в инвестиционных кругах. То есть люди редко задумываются о подушке финансовой безопасности. И, на мой взгляд, суть заключается в том, что она не популярна. Ее мало кто разбирает. А если ее разбирают, то именно этой темой очень сильно злоупотребляют люди, которые продают накопительное страхование жизни. Я хотел бы обратиться к вам с просьбой, чтобы популяризировать данное видео. Алгоритмы Ютуба настроены таким образом, что он продвигает именно те видео, которые больше лайкают и которыми больше делятся. Поэтому моя просьба заключается в том, что нажмите лайк по данным видео, поделитесь со своими друзьями, кому вы считаете это будет нужно и полезно послушать. Ну и опять-таки, если мы говорим об основной цели, это спокойно, гармонично, легко, с уверенностью идти в завтрашний день, зарабатывать на инвестициях, развивать инвесторское мышление и в то же время спать спокойно, понимая, что ваш капитал защищен и гармонично сформирован относительно вашего собственного капитала, который у кого-то может быть уже большой, у кого-то он может быть еще не очень большой. И поэтому здесь мы совместно достигнем цели. Вы будете комфортно инвестировать. Мы достигнем цели, что большее количество людей узнает о том, что страшного в этом ничего нет, об этом нужно задумываться, но не перегибать планку. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Продолжение следует...